всем привет это первое занятие из серии возможно будут еще про сиденья а сейчас я расскажу про сиденья потому что все спрашивают с этим сиденьем делать вообще-то примитивно извините добавляете базовую детальку и у вас автоматически садится персонаж но вот тут мы видим что у нас поменялось имя мы можем нажать кнопку и вытащить нашего игрока сиденья можем нажать кнопку и заставить его сесть и так далее все это мы посмотрим на сегодняшнем уроке а давайте начнем с того как просто создать любую сидюшку так ну давайте создаем любую деталь давайте еще одну чтоб повыше так теперь правой кнопкой обязательно не в explorer а на workspace можно так workspace insert object и вот у нас есть сиденье сид окей и у нас как раз сиденье сверху вот этих трех по высоте сойдет конечно вы можете использовать например меш вот тут сделан полностью из меша и на него вот видите сейчас выделена такая деталь квадратику и видите это как раз и есть сид можете размер этого сиденья тоже уменьшить увеличить и так далее можно его сделать прозрачным неважно вот я добавил и потом можно сгруппировать сейчас группирую так ну так как у меня по центру координат то он сразу когда гуманоид там бы базовая base plate base part извините касается детали типа сиденья то автоматически она приваривается извиняюсь к заднице но там есть специальная деталь нашего гуманоида и сварка происходит велдинг вот как выйти из этого состояния есть прыжок есть еще программный способ вот я вам сейчас его расскажу так ну и как оформляем этот стульчик наверное нужно взять можно выделить все три детали и правой кнопкой их сгруппировать групп или control г нажать так ну давайте эту штучку отодвину все у нас принципе сидюшка готова но это интересно давайте посмотрим это сидюшку я сделал тоже таким простым простым способом чтобы вы могли быстро повторить все это поставил сделал billboard гуи чтобы она висела сверху добавил туда текст бокс который я вывожу текст можно было текст лейбл делать так сделал две кнопки на на самом деле две детали давайте посмотрим my chair так у меня там есть сидюшка вот она партиклы выпускаю particle emitter но видели типа дыма или звездочек таких идет вверх парт сид вот эта кнопка если мы нажимаем на эту деталь то у нас человек садится парт стенд он встает и здесь пришлось клик детекторы добавить в каждую из этих деталей чтобы мышка чтобы можно было кликнуть так ну пробил борт гуи я уже рассказал и давайте посмотрим самый простой скрипт постарался его сделать так чтобы он уместился на экране все ничего лишнего а ну ничего лишнего но могу сказать что вот у нас есть сиденье давайте посмотрим его свойства properties просто программу что вы еще сможете сделать вот управлять на самом деле всего для управления у нас доступно один атрибут disabled можно запретить и на это сиденье никто не сядет автоматически по крайней даже не автоматически чтобы сесть она должна быть разрешено все разрешено все будет работать например можно делать игру где вы бегаете вокруг толпой вокруг кучи стульев и кто первый сядет и так далее некоторые стулья можно деактивировать и активировать но для прикола так дальше какое-то слово оккупант ну про этого оккупанта я сейчас и поговорю так давайте дойдем получаем родительский контейнер нашего скрипта это парт в этом в этом парте в этом парте у нас находится и сиденье и правая и кнопка для сиденья кнопка для вставания и и билборд это очень удобно чтобы мне из одного скрипта быстро ко всему добираться так что мы делаем пользуемся вот таким событием так как сиденье такого события как бы напрямую нет она не происходит но так как это событие как и огромное количество объектов у нас происходит от инстанса у них у всех есть такая штука как события changed оно срабатывает для любого любого объекта в нашей игре когда внутри этого объекта что-то меняется а сиденье сделано так в роблоксе что если кто-то на него садится у него меняется вот тот самый оккупант в сиденье оккупант будет присвоен там будет занесен гуманоид того человека который сел либо человека либо np ну у кого есть гуманоид так ну и что я проверяю в этом событии на события changed я присоединяю с помощью коннекта безымянную функцию и вот я один параметр вот что и проверяю что что же изменилось там может измениться же не только оккупант там на самом деле много чего меняется если произошло изменение в оккупанте тогда проверяю если действительно у нас в сиденье в оккупанте кто-то сидит но это знаете я специальную проверку от дураков добавил потому что например никто там не сидит а вы нажимаете кнопку встать или еще там что-то в это время и будет у нас ошибка поэтому я проверяю если кто-то сидит кто не понимаешь как это работает учите язык луа или спрашивайте ну или вот так можно и и в оккупант не равно мил ну в общем если кто-то сидит просто в языке луа можно этого не писать если есть оккупант то мы тогда имя этого оккупанта ну прибавляем какой-то текст к этому имени оккупанта как мы получаем имя оккупанта оккупанты это тот кто занял стук сид оккупант parent потому что нам передает ссылку потому что в этом оккупанте занесет гуманоид нам нужно родителя учить этого гуманоида нашего персонажа чтобы потом взять его имя ну в данном случае моё имя так а если у нас сиденье не занято то мы просто надпись заменяем над сиденьем в билборде все ушли так ну и последняя строчка я специально показал такой способ который можно использовать в луа ведь на самом деле истиной и лужью в языке луа может являться что угодно на самом деле истиной является все что угодно кроме false и кроме нил ладно эту строчку объяснять не буду если что можно было вот так поставить если вам если вам так понятнее так мы пишем true а вот здесь мы должны добавить то же самое но уже false так понятно возвращаем назад так окей все вот этот скрипт он работает на то чтобы менять надпись на этом билборде билборд гуи зависит от того кто там сидит сейчас а вот эти два маленьких скрипта это для того чтобы сесть и для того чтобы встать так я тут ноу-хау такой изобрел вам же нужно чтобы скрипты были поменьше и так если клик детектор сработал если мы кликаем вот сюда клик детектор сработал то мы должны нашего человека посадить как мы узнаем кого посадить когда срабатывает клик детектор он передает игрока тот кто нажал ну кликнул мышкой мы из нашего игрока а ну и у сидения есть функция посади и этой функции нужно передать гуманоида того кто кого хотите посадить в этот на это сидение либо нпс-шку либо человека и вот я как я получаю получаю нашего игрока из игрока видите беру персонаж характер и беру из него гуманоида это никакой не хуманоид как некоторые тут пишут хума хуманоид гуманоид вы же по-русски говорить так ну и все вот одной командой мы садимся а хитро если вы документацию откроете о сидюшкам там вот есть такая строчка сложная как встать сиденье что здесь происходит мы сиденье ищем первого потомка с названием сидуэлт это как раз сварка которая приваривает задницу нашего гуманоида к стулу вот и мы эту сварку уничтожаем ну вы знаете что любой объект в лу в робоксе уничтожается с помощью функции destroy вот ну давайте проверим вот я тут одну строчку закомментировал давайте проверим как работаем как садится вы уже наверно видели либо можно подойти потому что это тип сиденья base part и он автоматически присаживать нашего человека так встать сиденье можно двумя способами либо прыжком либо вот уничтожив ту сварку давайте опять сели и нажимаем сейчас на эту красную кнопку которая должна сварку уничтожить лоб видите человек встал без всякого прыжка это здорово но там есть такая штучка debons или не знаю ну вы наверное понимаете что такое debons это для того чтобы вы успели сиденье уйти после того как вы встали три секунды ваш персонаж не может на него сесть но стоит трем секундом пройти он опять может встать ой сесть автоматически над сиденьем и так нажали встал сиденье все здорово но я решил добавить я решил добавить прыжок например смотрите сварку удаляем между извиняюсь заднице и сиденье и потом заставляем нашего игрока прыгать а вы помните как игроков и любых нпс-шек заставить прыгнуть нужно в их гуманоид . jump прыжок занести true истинно так оп встали с прыжком так может быть даже симпатичнее но тут я вспомнил что раз документации написано что можно вставать с помощью прыжка нафиг нам эту строчку то вообще писать эта строчка нужна тем кому нужно чтобы он плавно вставал без прыжка я вам продемонстрировал как он прыгает точнее встает без прыжка давайте проверим как просто с прыжком вставание работает встал все нормально а я вам еще не показал как кнопкой садится щелкнул на зеленую сел на красную встал причем клик детектор помните у него можно расстояние регулировать вот я специально сделал что с 10 стадов можно только нажать на кнопку а то бы вы стояли как снайпер например в километре щелкнули у вас мгновенно человек телепортируется и садится тоже кстати у билборд можно указывать дистанцию на которой показывать я я указал 30 стадов чтоб она не светилась я не очень придумал это билборд конечно сделан для примера чтобы поняли как брать имя как брать того кто сел на стул и как использовать в своих играх так ну что ж на этом пом а ребят последний штришок последний штришок чтобы больше ни одного урока не писать про эту сидюшку чтобы рассказать вообще все как вы поняли что в сиденье есть такой но я показывал свойство сиденье есть оккупант а помните что что клеем намазывают намазывают сиденье и оккупанта чтобы они приклеились так значит в нашем оккупанте значит в нашем человечке тоже есть такая деталь да в гуманоиде гуманоиде если я буду продолжать вот так если вы хотите узнать получить ссылку на само сиденье в гуманоиде есть такое 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 свойство сид парт вот в нем находится вот этот сид ссылка на наше сиденье можно например сидюшку взорвать больше на них у них никто не сядет ну я здесь оставлю комит закомментировать чтобы вы вспомнили это я вот так закомментирую и исходный код этого плейса вы сможете скачать после премьеры так ну что ставим лайки окольчик конечно же донаты шлем донатах можно заказы делать на какие-то темы можно в принципе темы написать вопросы комментариях если какая тема будет интересная то возможно я сделаю по ней урок все пока покинуть